Росту цен скажут нет. Сегодня состоялось заседание штаба по контролю за стоимостью продовольственных товаров. Как будут следить за ценами и появится ли на прилавках больше товаров местных производителей, знает Екатерина Мот. Середние цены на отдельные виды продовольственных товаров в Красноярском крае по сравнению с декабрём 2013 года существенно выросли. Цены выросли и этого не скроешь. Красноярск стат приводит печальную статистику. Мясо, рыба, молочная продукция подорожали больше чем на 10 рублей. Для оперативного решения этой проблемы был собран продовольственный штаб. Особо пристально наблюдают за так называемыми социально значимыми товарами. Уже организован ежедневный мониторинг цен. Однако первый заместитель министра сельского хозяйства отметил, рост цен это лишь сезонные изменения. Идёт уборка урожая, что даёт снижение цен на плодовощную продукцию. Цены в среднем упали на 2-7%. Это лук, картофель, морковь, капуста. Исключение составляет мясо птицы, которое подорожало в торговых сетях на 4,5%. Подорожало не только мясо птицы, но также куриные яйца выросли в цене на 2,5%. И молоко более чем на 1%. Но с этим можно справиться, если каждый производитель продовольственных товаров будет активно включён в процесс, считает Виктор Толоконский. Каждый должен приехать и с машины проторговать. Никаких рядов, ничего не выдумывайте. Поставили на улице, на площади, открыли двери машины, поставили весы, встает продавец и всё продаёт. Чтобы всё было настолько просто, продовольственных ярмарок в нашем городе должно быть больше в 100 раз, уверен в Рио губернатора. В таком случае мониторинг цен и разнообразие продовольственных ярмарок позволит обеспечить жителей края безопасной и качественной продукцией, считает руководитель управления Роспотребнадзора по краю. Комплексное взаимодействие позволит нам ситуацию сохранить стабильной, той, которая на сегодняшний день и является. Пополнить рынок мясом птицы, решить проблемы с закупом картофеля и овощей, работать не только с крупными производителями, но и с частными фермерами. Такие поручения отдал в Рио губернатора своим подчинённым. Причём выполнено всё должно быть в ближайшие месяцы. Екатерина Мут, Евгений Имайчев, Новости ТВК.